Динамичная и самая доступная для любого конника дисциплина, единственная, которая позволяет даже спортсмену-любителю без серьезной профессиональной подготовки выполнить норматив мастера спорта. Так говорит о тент-пегинге старший тренер сборной России Сергей Калинин. На днях он оценивал потенциальные кадры для национальной сборной в рамках чемпионата России, который прошел в городском округе Щелково в конно-спортивном комплексе «Звездный». Тент-пегинг. Малопонятное название, буквально в переводе с английского, означает «колышек палатки». Задача спортсмена на полном скаку попасть острием пики или клинка, в мишень, маленький предмет на земле, поднять его и пронести до конца дистанции. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Московской и Тверской областей. Задача каждого – повысить свой спортивный уровень, получить следующий спортивный разряд. У самого младшего участника, 10-летнего Филиппа Лизункова, была и своя миссия. На его примере тренеры хотели изучить возможность проведения юношеских соревнований и развивать тент-пегинг с 10-12 лет. И надо отметить, Филипп Напони выполнял всю ту же программу, что и взрослые, и выступил весьма достойно. В рамках чемпионата России спортсмены выполняли четыре упражнения. На каждое давалось определенное количество попыток. Первое упражнение – попасть в пег и поднять его копьем, длина которого 2,5 метра. Второе – то же самое, но с использованием меча или прямой сабли. Затем два более сложных комбинированных упражнения с использованием специальных стоек. На них подвешены предметы, которые тоже надо поразить. И все это должно выполняться на скорости 750 метров в минуту. Максимальная оценка за первые два упражнения – 6 баллов, за комбинированные – 18. Колышки-пеги, стилизованные из мягкого современного материала, закрепляются в земле под определенным углом. Тент-пегинг на протяжении многих веков развивался в Центральной Азии, в Индии, Пакистане, Бангладеш. Там с ним познакомились английские офицеры, дали свое название и привезли в Европу. Это была такая эффективная система подготовки всадников для владения оружием. То есть это точность, это глазомер, это умение, самое главное – подвести коня именно с точностью, не скажем до сантиметра, но до 10 сантиметров точно. Сегодня тент-пегинг больше всего развит в восточных странах, а также в Великобритании, Австралии, Южной Африке и ряде других. Россия присоединилась к этому сообществу несколько лет назад с целью, разумеется, стать на уровне. Мы когда первый раз еще в 2014 году приехали на обучение в ОМАН, там штаб-квартира Международной Федерации, нас посмотрели специалисты и говорят, русские пока в тент-пегинге ничего не понимают, но ездят они хорошо, ждите, что они скоро составят нам серьезную конкуренцию. И это не пустые слова. В рамках чемпионата России в КСК «Звездный» звание чемпиона уже в четвертый раз завоевал мастер спорта Федор Ефимов, обладатели других национальных и международных наград. Хотя тент-пегингом, который перешел из джигитовки, он занимается всего 4 года. Пришел попробовать тент-пегинг, потому что там занимались ребята. И у меня как-то оно сразу пошло, причем очень хорошо. Тут на самом деле в тент-пегинге главная хорошая посадка и плавно вести оружие. Тогда будет все отлично получаться. Как азартная игра, тут попал, не попал, на рыбалке, не знаю, тоже. В заключение добавим, что в КСК «Звездный» этим летом запланированы и другие соревнования по разным дисциплинам конного спорта. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok